Время голосования закончилось в 20.00 по местному времени. В целом по состоянию на 18.00 в области проголосовало 329 568 человек, то есть 78,88%. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии области Наталья Офисенко. Всего в области завершены работы 475 избирательных участков, из них досрочно закрыт 31 участок. По словам Натальи Офисенко, жители области проявили активность во время выборов, подавляющее большинство из них – молодежь. Служба иного такси воспользовались 3 человека. И 31 закрытый участок они закончили в любое время, то есть они начали голосование с 7 часов, а закончили в любое время, то есть тогда, когда проголосовал последний избиратель данного закрытого участка. Они все завершили свою работу еще до обеда. По нарушениям не поступало, пока к нам жалоб, обращений к нам не поступало. На избирательный участок номер 260 пришло большое количество желающих проголосовать. Отметим, что на этом избирательном участке проголосовали Аким области Нурлан Уранхаев, секретарь областного маслихата Хуанаш Сулейменов и общественные активисты. На участок номер 260 пришло большое количество людей, желающих проголосовать. Народ делает свой выбор и исполняет гражданский долг. Для того, чтобы отдать свой голос на этот участок, пришел Аким области Абай Нурлан Уранхаев со своей супругой. Секретарь областного маслихата Хуанаш Сулейменов также проголосовал за будущее страны. Наша область принимает участие в этом важном политическом мероприятии. Активность моих земляков радует. Это исторический момент для нашей области, потому что это первые выборы во вновь созданной области Абай. Сегодня исторический момент. Мы все делаем выбор. Сколько времени мы посвятили этим выборам, проводя агитационную кампанию. Теперь я верю, что в Казахстане все будет хорошо. Всего на избирательном участке номер 260 зарегистрировано 1660 избирателей. По словам членов избирательной комиссии, поток избирателей с каждым часом увеличивается. Среди голосующих много молодежи. Я думаю, основная часть придут, конечно. Люди чувствуют свою гражданскую ответственность, потому что у нас в народах хороший патриотизм. И вот вы сами видите, да, с утра уже молодежь, прямо с утра их очень много стоят, голосуют. И даже пенсионеры вот приходили. Сегодня каждый гражданин делает свой выбор. Голосующие уверены, что политически значимая кампания принесет большие изменения в будущее страны. Сегодня большой национальный праздник. День, когда каждый приходит и пользуется своими правами. Это шаг для того, чтобы сегодня этот неспокойный мир обрел новый путь. Думаю, народ выберет достойного кандидата. Эти выборы являются политически значимым событием для нашей страны. Сейчас, как известно, геополитическая ситуация обостряется. В мире происходят разные события. В нашей стране должна быть стабильность. Участие в политической кампании, занимающей важное место в жизни страны, является долгом каждого казахстанца. Так говорят семейские избиратели. В целом, выборы президента позволяют нам определить наше будущее, развитие нашего государства. В настоящее время, конечно, очень важным для нас являются различные аспекты. Все это компоненты того, что мы определяем наше будущее и сегодня мы голосуем за наше будущее. Голос каждого избирателя играет важную роль в решении судьбы страны. Массовое участие населения в очередном знаменательном событии в истории Казахстана вызвало восхищение у членов комиссии и независимых наблюдателей. Народ области Абая активно участвует в избирательной кампании. Настроение жителей хорошее. Руководство области сообщает, что в ближайшие пять лет в город семье обретет новый облик. Жители области возлагают большие надежды. Династия железнодорожников, семья Адамовых, сегодня пришла на выборы всей семьей и проголосовала с самого утра. В династии воспитывалось несколько поколений специалистов железнодорожной отрасли. 78-летний Жумагаза Ахсахал говорит, что никогда не был в стороне от политической жизни страны. Он знает, что голосование на выборах – это выбор каждого для будущего своей семьи, родных и близких. После того, как нам вернули статус области Абай, радости молодежи и взрослых нет предела. Мы проголосовали за сохранение мира, за повышение благосостояния нашего народа. Наше сегодняшнее настроение очень особенное. Мы не остаемся в стороне ни от одних выборов. Приезжаем всей семьей. Так как сегодня особенный день, пришли рано утром. Пусть каждый раз успех нашего Казахстана растет. Главы регионов утвердили конкретные планы на ближайшие годы. Будут созданы новые рабочие места и налажен быт жителей. В результате, по оценкам, через 10 лет численность населения только в областном центре достигнет 520 тысяч человек. В настоящее время в нашей области разработан и направлен в правительство комплексный план, в том числе крупные проекты. Главное – это теплоэлектроцентраль «Семея». Есть строительство железной дороги «Айагоз-Бахта-Тачен». Кроме того, есть проекты из нескольких частных инвестиций. В соответствии с генеральным планом будет уделено внимание всестороннему развитию левобережной части города. Здесь будут построены такие крупные объекты, как «Конгресс-Холл», «Дворец молодежи», «Крытый каток». Так как в городе уже 25 лет не реализуются масштабные проекты, радости семейчан нет предела. Ярослав Дюсюмеков, Яржан Джахаб, Серик Нуртаза, телеканал «Семей». Уржар – один из отдаленных районов нашей области. Расположены более чем в 500 километрах от центра области Абай города Семей. В регионе созданы все условия для проведения внеочередных выборов президента республики Казахстан. Так создают праздничное настроение избирателям отдаленного Уржарского района области Абай и делают сегодняшний день особенно запоминающимся. Как будто ответственный день выборов президента республики Казахстан стал народным праздником. 20 ноября – главное политическое событие 2022 года. Поэтому уржарский народ очень ответственно относится к своему выбору. Уржар – один из самых отдаленных районов области Абай. В районе 74 избирательных участка, 4 закрытые, расположенные в воинских частях, 70 населенных пунктов, 46 359 избирателей. Настроение у населения очень хорошее, несмотря на погоду, идут хорошо. Есть большая вероятность, что явка будет 100%. Я уже отдала свой голос кандидату. Проголосовала на участке 1029. Настроение в этот день отличное. Выборы в районе проходят очень активно. На избирательных участках Уржарского района созданы все условия. За ходом выборов на участках следят наблюдатели. В целом по району количество избирателей превышает 46 тысяч человек. Ярослав Дюсимбеков, Нургуль Садыкова, Телеканал Семей. Ахсуатский район вновь создан как отдельный район, наиболее активен на выборах. Жители вместе с семьями и детьми участвуют в выборах. Пусть будущие поколения будут расти, видя такую политическую кампанию. Будущее в их руках, говорит старшее поколение. Ахсуатский район был отделен от Тарбогатайского и теперь является отдельным районом области Абай. Это тоже отдаленный район нашей области. Тем не менее, социально-экономическое развитие района на высоком уровне. Жители района в едином порыве сплоченно принимают участие в выборах. Сегодня очень хороший день. Мы пришли голосовать за нашего кандидата. Мы привели своих детей, чтобы они тоже это увидели. Будущее за ними. Мы избираем президента. Пусть будет добрым этот день. Пусть будет празднично, благословенно. Пусть наши потомки будут счастливы, а наш выбор определит судьбу страны на долгие годы. Для 12 323 избирателей в районе открыто 23 избирательных участка. С 7 утра избирательные участки начали свою работу. На 23 избирательных участках зарегистрированы наблюдатели. Выборы проходят хорошо. К нашему участку относятся 525 дворов на 17 улицах. Ожидается, что там проголосуют 1633 избирателя. В настоящее время темпы голосования хорошие. Приезжают в 7 часов и отдают свои голоса. Считаю, что церемония открытия прошла на высоком уровне. Аксуатцы проголосовали за завтрашний день страны и сделали свой выбор. Главное – сохранение политической и социальной стабильности и процветания страны, говорят избиратели. Евгений Проскурин, Нургуль Садекова, телеканал «Семей» из Аксуатского района. Один из крупнейших районов области – Айагозки. Выборы в районе проходят на должном уровне. Молодежь также очень активна. Жители Айагозского района с раннего утра стекались на избирательные участки. Настроение у них тоже особенное. Выражая друг друга теплое пожелание и радостно поздравляя с важным днем в истории страны. Сегодня первая пришла на участок 113 и сделала свой выбор. Также приподнятое настроение наблюдается на каждом избирательном участке в Айагозе. По Айагозскому району 57 избирательных участков. Из них 51 открытые, 6 закрытых участков – это больницы, воинские части, 2 закрытых участка в Актугайе. Всего в Айагозском районе 41 692 избирателя. Сегодня хорошая явка. Также очень много молодых людей, которые впервые приняли участие в выборах. Они пришли вместе со своими семьями. Сегодня мой день рождения. Мне исполнилось 18 лет. Исполнил свой гражданский долг и проголосовал впервые. Пришли на избирательный участок, встали в 7 утра и пришли голосовать всей семьей. Сделали свой выбор и проголосовали. Проходят президентские выборы, на которые каждый приходит по своему усмотрению. Сегодня очень много людей приходит и голосуют. Приезжают и люди с ограниченными возможностями. Приезжают и пожилые люди. Айагозский народ от нашего имени – большое спасибо. На одном из закрытых избирательных участков в роддоме проголосовали и молодые мамы. 17 ноября я родила прекрасную, очаровательную девочку. Даже в больнице я отдала свой голос. Я сделала свой выбор. Так проходят выборы в Айагозском районе. Никаких нарушений на участках в этот день не зафиксировано. Ботогос Дандыбаева, Евгений Проскурин, Нургуль Садыкова, телеканал «Семей» Айагозский район. Бескарагайский район в составе нашей области также имеет высокие показатели явки на выборах. На избирательных участках чувствуется праздничный настрой. День выборов для бескарагайцев – праздник. Этот день определит судьбу страны на следующие 7 лет. По казахской традиции шашу бабушки разбрасывали конфеты и сладости, пожелали, чтобы будущее было светлым. Бескарагайцы сегодня приняли участие в празднике, в выборе будущего нашей страны, за будущее нашего поколения. Я хочу сказать, что выборы пройдут хорошо. Пусть в стране будет только благополучие и мир. Уважаемые земляки, я сегодня пришла в праздничное настроение. Сегодня у нас праздник. И сделала свой выбор, проголосовала. За кого хотела. В регионе более 12 тысяч жителей, имеющих право голоса. На земле, простирающейся по РТШУ, чувствуется дух солидарности и единства. И праздник, и цель общие. Жители района трудятся дружно и благополучно участвуют в развитии родных регионов. В районе у нас функционирует 35 участковых избирательных комиссий. В целом по району 12 тысяч 282 избирателя. На избирательных участках работа идет в штатном режиме. Нарушений по участкам нет. Сегодняшние выборы в Бескарагайском районе также прошли в рамках закона. Евгений Проскурин, Нургуль Садыкова, телеканал «Семей» из Бескарагайского района. Выборы в Жарминском районе ознаменовались голосованием молодоженов. В этот день создали семью, заключив брак Ерлан и Аяжан Задановы. День свадьбы совпал с днем выборов президента республики Казахстан. Начало новой жизни идет параллельно с политическим событием в стране. Молодая семья Задановых исполнила свой гражданский долг и в день своей свадьбы проголосовала за будущие страны. Всего в Жарминском районе 47 избирательных участков. Три из них закрыты в участке. В списках избирателей зарегистрировано 25 200 жителей. На 528-м избирательном участке избиратели отдают свои голоса. Нарушение не выявлено. Избирательный участок номер 531 расположен в Доме культуры Жармы. Вся работа выполняется в штатном режиме. Темпы голосования в Жарминском районе высокие. Жители беспрерывно приезжают на свои участки. Молодежь также очень активна. Районы, входящие в состав области Абай, также активны сегодняшней политической компанией. Они делают выбор в пользу кандидата, который будет руководить страной в ближайшие 7 лет. Подробнее о сюжете. В Кукпикты сегодня пасмурно и снежно. Это регион с суровыми зимами. Несмотря на непогоду, люди с 7 утра приходят на избирательные участки в Кукпиктинском районе. По Кукпиктинскому району 29 избирательных участков. Сегодня, несмотря на плохую погоду, на все избирательные участки съехались жители. Избиратели делают свой выбор, повышая доверие к новому Казахстану. Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Елиус Искиикбаев считает выборы своим гражданским долгом. Пожилой ветеран даже сегодня с рассветом поспешил отдать свой голос. Елиус Изата, переживший войну и различные переходные периоды страны, проголосовал за ее будущее. Всего в Кукпикты более 13 тысяч избирателей. Я голосую за нашу страну, делаю выбор. Пусть все будет хорошо. В Кукпиктинском районе проживают представители 20 национальностей. На 20 ноября в районе работает 29 избирательных участков. На избирательный участок номер 269 для голосования из дома поступило 47 заявок. Одну из них отправил ветеран Аскар Рахимбаев. На внеочередных выборах президента Республики Казахстан ветеран Великой Отечественной войны Аскар Рахимбаев проголосовал из дома. Ветеран не пропускает важные политические кампании. И в этот раз он отправил запрос в избирательный участок номер 269 и сделал свой выбор. В целом число избирателей в поселке Восход достигает 2664 граждан. Из них 47 граждан подали заявление о голосовании из дома по состоянию здоровья и возраста. Мы приехали в гости к дедушке. Эти люди проявляют энтузиазм с самого начала объявления внеочередных выборов. Я переехал сюда в 2000 году и вот мы участвовали в нескольких выборах. Пусть избранный президент будет достойным, ведь этот человек избирается на 7 лет. Пусть будет народным, пусть Всевышний принесет добро. При голосовании соблюдались все правила. В отдельной комнате ветеран войны выбрал своего кандидата. После голосования ветеран дал благословение молодому поколению. Пусть сохранится мирное небо над головой. Желаю счастливой жизни нашему народу. Всего на избирательный участок номер 269 для голосования из дома поступило 47 писем-заявок. Асхард Ахимбаев сделал свой выбор первым из проголосовавших на дому. На избирательный участок номер 225 с утра приезжает большое количество людей. По словам нашей коллеги, находящейся на участке, на выборах особенно активна молодежь. Работа избирательного участка началась в 7 часов утра. В торжественной обстановке исполнили гимн Республики Казахстан. Крышка ящиков для избирательных бюллетеней опечатана. Жители, пришедшие на голосование, делают свой выбор. На избирательном участке номер 225 первой проголосовала жительница города Альмира Утарбаева. Поздравляю с сегодняшним днем выборов. Пусть эти выборы продолжатся. Желаю, чтобы наш Казахстан процветал. Пусть в нашей стране не будет ничего плохого. Думаю, что в будущем Казахстан станет одним из сильнейших государств. Сегодня знаменательный день для всех, кто думает о своей стране, для сознательного поколения. Для создания справедливого общества каждый подросток и гражданин страны обязаны прийти и проголосовать на выборах. Мы можем делать великие дела, только если будем активны. Как сказал Габит Мусрепов, мы должны вместе пройти каждую политическую кампанию как государство. Среди тех, кто голосует на выборах, есть и пенсионеры, которые служат примером для молодежи. Они считают, что политическая кампания важна для каждого гражданина страны. С детства мы с папой думали, что выборы – это самое главное. Не пропускала ни одни выборы, как при советской власти, так и с момента обретения независимости. Поэтому это событие не останется в стороне. Будущее страны волнует всех нас. На избирательном участке ситуация стабильная. Граждане по очереди приходят и делают выбор. Члены комиссии и наблюдатели несут ответственность за строгое соблюдение законности и правильное проведение выборов. Семи часов с момента открытия люди идут очень хорошо, в том числе рады, что много молодежи. По участку среди приходящих правонарушений нет. Все идет хорошо. На нашем избирательном участке 2107 избирателей. Из них 174 студенты. 62 голосуют впервые. В целом на выборы сегодня приходят активно. Было организовано праздничное настроение, созданы все условия для избирателей. Как видите, горожане принимают активное участие в важной для завтрашнего дня страны политической кампании. Каждый верит в процветание своей независимой страны. О ходе голосования на избирательных участках под номерами 261 и 262 расскажет наша коллега Диана Толеу. О ходе голосования мы узнали у председателя комиссии избирательного участка под номером 262. Комиссия работает с 7 часов утра до 8 часов вечера. Избиратели приходят отдать свой голос, проявить свою гражданскую позицию. На нашем участке зарегистрировано 2161 человек. Думаю, будет стопроцентная явка. Также у нас зарегистрированы люди, которые по состоянию здоровья не могут прийти голосовать. Они проголосуют дома. Их 27 человек. С ящиками для бюллетеней двое членов комиссии пойдут по адресам этих людей. Также по нашему участку зарегистрировано 16 человек, которым исполнилось 18 лет. Самым первым проголосовавшим на данном участке стал житель города Нургале Ковдабаев. А вот Назира Дюсингалиева впервые пришла отдать свой голос на выборах. Ей в этом году исполнилось 18 лет. Я пришел с самого утра, так как мне нужно на работу, и уже отдал свой голос. В школах и тому подобных мы и практиковали голосование, поэтому это не было особо-таки новым. Я первый раз проголосовала, и в принципе это было довольно-таки волнительно. Как говорят независимые наблюдатели, на данном участке голосование проходит спокойно, без происшествий. Сегодня утром, начиная с 7 часов, люди приходят голосовать, делают свой выбор. Я участвую как независимый наблюдатель. Желаю всем счастья. На данном участке под номером 262 голосование проходит спокойно, нет никаких нарушений. Также мы побывали на избирательном участке 261, который находится в здании школы под номером 31. На участке 261 к этому моменту уже проголосовало значительное количество избирателей. Как говорит председатель комиссии, у старшего поколения явка значительно больше. Те, кто голосует дома, 12 человек. Тем, кому исполнилось 18 лет, 15 человек на данном участке зарегистрировано. На данный момент на 8 часов утра около 100 человек уже отдали свои голоса. В большинстве это люди старше 50 лет. Одним из независимых наблюдателей на данном участке выступает Сымбат Жайсамбекова. Она участвует на выборах от молодежи города-семей. Поздравляю всех с праздником. Я на данном участке под номером 261 нахожусь в качестве независимого наблюдателя. На данный момент голосование проходит в своем порядке. С утра приходят жители города и делают свой выбор. Теперь глава государства будет избираться только на один срок без права вновь баллотироваться. А длительность полномочий составит 7 лет. Диана Толео, Ильжан Макзумов, телеканал Семей. Выборы – политически значимая кампания. Работа на 228-м избирательном участке идет полным ходом. Подавляющее большинство голосующих – это молодые люди. Подробнее расскажет наша коллега. Работа на 228-м избирательном участке идет полным ходом. Зарегистрирован 881 избиратель. Сейчас проголосовало около 100 человек. Выборы – политически значимая кампания. Большинство избирателей, проголосовавших в знаменательный день – молодежь. С праздничным настроением жители встречают патриотическими песнями. 228-й избирательный участок начал свою работу в 7 часов утра. В настоящее время мы ожидаем, что около 100 избирателей примут активное участие и сделают свой выбор. С праздником, жители области Абай! Сегодня день выборов. Наша задача – выбрать того, кто будет управлять казахстанской землей, казахстанским народом. Мы с семьей голосуем уже 50 лет. Выборы – это праздник, который уже в нашей крови. Уважаемый казахский народ, казахстанская молодежь! Сегодняшние выборы – это очень важный день для меня и нашей страны. Я сделал свой выбор. Я верю в будущее нашей страны. Поздравляю с праздником! Я считаю, что голосование на президентских выборах – гражданский долг каждого. Выборный процесс на 228-м избирательном участке проходит в соответствии с требованиями. Молодые люди проявляют активность на сегодняшних выборах, отдавая свои голоса. Ярослав Дюсимбеков, Азамат Калимбеков, Данья Райдарбеков, телеканал «Семей». А мы продолжаем специальный выпуск о ходе вне очередных выборов президента. Наша съемочная группа побывала в избирательном участке номер 256, который находится во дворце культуры. Сейчас мы находимся на 256-м избирательном участке, расположенном во дворце культуры города Семей. Всего здесь зарегистрирован 1571 избиратель. Пятеро из них голосуют впервые. Подавляющее большинство избирателей уже сделали свой выбор в первой половине дня. На данный момент голосовать из дома будут 52 человека. У нас есть 4 человека, которые будут голосовать в другом городе. Трое из них уехали в Астану, один – в Алматы. Я тоже сделал свой выбор для того, чтобы мир и дружба были во всей стране. Я отдал свой голос. Главная особенность избирательного участка, расположенного в Семейском городском дворце культуры, заключается в том, что избиратели встречали батыры и бабушки, которые принесли горячие барсаки. Сегодня, в день выборов, я пришла на 256-й участок. Я отдала свой голос кандидату, которого я выбрала. Я хочу, чтобы будущее наших детей, будущее внуков было светлым. Чтобы наша страна процветала, а люди были спокойны. Это мое желание. Население приходит с утра, участвует активно. Никаких беспорядков не произошло. Все идет отлично. В этот день и остаются в стороне и общественники. Председатель областного филиала Союза писателей Казахстана Мирей Харт проголосовал на выборах. По его словам, участие в выборах – главная задача каждого гражданина. Сегодня, 20 ноября, я пришел на выборы, отдал свой голос, взял на себя ответственность и проголосовал. Это говорит о том, что у каждого гражданина есть ответственность перед дальнейшей жизнью, судьбой, будущим. Ведь это определяет нашего президента на ближайшие 7 лет. Я думаю, что это ответственность для всех нас. Представители искусства и спорта области также считают, что участие во внеочередных выборах является гражданским долгом каждого из нас. По их мнению, решать, кто станет президентом, должен только народ. С раннего утра я наблюдаю за тем, как казахстанцы голосуют. Они принимают активное участие в выборах и делают это ради мира и спокойствия в стране. Я тоже пришел и сделал свой выбор. Сегодняшний день – это история завтрашнего дня. Политическая кампания, имеющая большое значение для будущего страны. В нашей области происходят хорошие изменения. Желаю всем вам, чтобы небо было светлым, жизнь веселой, а работа плодотворной. Желаю процветания нашему народу. Я серебряный и бронзовый призер 24-х Сурдолимпийских игр, которые прошли в мае 2022 года в Бразилии. Сегодня для всех казахстанцев важное событие. Я голосую за процветающий Казахстан. Мой голос важен. Многие из нас, старших, приходят и голосуют. Могу сказать, что выборы проходят честно и чисто. В дачных массивах Бобровка и Мурат, где проживает около 3000 жителей, люди приходят с утра и отдают свои голоса. На сегодня это все новости. С вами была Бутагойс Дандыбаева. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!